Западная Африка. Слухи о том, что в глубине непроходимых джунглей приносят жертву людей, ходили уже давно. Но действительно ли совершали эти обряды? Или они были частью пропаганды европейских колонизаторов? Идет 1863 год. Английский путешественник Ричард Бертон докладывает о ритуале в Дагомее, одном из сильнейших государств Западной Африки. Ритуал проходит на Большой площади перед дворцом короля Дагомея Глеле. Пленного воина подводят к королю. Пленник дрожит, падая на колени. Его руки связаны, и сбежать не получится. Король поднимает отрубленную голову, как подношение богам. Голова очень символична, ведь в ней заключено и начало, и конец человека. Имея голову, человек имеет все. После церемонии с черепа жертвы снимали кожу, а сам череп бросали под стены дворца короля Глеле. Короли Дагомеи верили, что жертвоприношения дают им сверхъестественную силу в битвах против вражеских государств и племен. Они верили, что чем больше принесут жертв, тем легче будет победа, ведь их боги будут довольны. Но у жертв была и другая роль. Жертву часто просили передать сообщения в загробный мир, рассказать предкам о том, что случилось, и как была одержана победа. Ричард Бёртон писал, что каждый год к предкам догомейцев отправлялось примерно 500 таких посланников. Бёртон сообщал о сотнях черепов и отрубленных голов на Дворцовой площади. Но ежегодные обряды жертвоприношения также показывали живым власть короля. Ежегодные обряды должны были впечатлить всех живых. Один африканский король сказал миссионеру, «Я хочу быть самым важным человеком в джунглях, то есть он хотел быть важным везде. Я хочу всем показать, что готов убить много людей». Ежегодные обряды впечатлили соседние племена, и они начали приносить дары, чтобы самим не пасть жертвы и убийства. Король приносил людей в жертву, чтобы навсегда закрепиться у власти. Чем больше он приносил в жертву людей, тем сильнее была власть монарха. Но реальные свидетельства африканских жертвоприношений очень сложно найти. Есть мнение, что эти истории выдуманы европейскими миссионерами, колонизаторами и работорговцами в их собственных целях. Колонисты и миссионеры имели свои мотивы для очернения аборигенов, которых они хотели обратить и эксплуатировать. Миссионеры рассказывали страшные сказки о жертвоприношениях, чтобы получать больше денег от церкви, а европейские работорговцы преувеличивали, чтобы оправдать свою ужасную работу. Работорговцы говорили рабам, что делают добро, забирая их в западное полушарие, ведь иначе они стали бы жертвой страшных ритуалов. Но эксперты все равно верят, что в Западной Африке людей приносили в жертву. К 20 веку человеческие жертвоприношения были запрещены по всей Африке. Но жрецы продолжали проводить кровавые ритуалы власти подпольно. Говорят, они не прекратились и по сей день. В древней Западной Африке жертвоприношения показывали власть короля. В начале 20 века такие обряды были запрещены. Но это не значит, что они прекратились. 1915 год. В глубине африканских джунглей появляется вселяющий страх в соседние племена тайное общество леопарда. Его цель – получить сверхъестественную силу через колдовство и жертвоприношение. Член общества одевается, как леопард. Есть даже копти. Затем крадется по джунглям в поисках добычи. Целью становится молодая женщина, идущая по темной тропинке. Она отчаянно пытается убежать сквозь густые кусты. Но от человека леопарда не убежать. В конце концов, он настигает свою жертву. Последние моменты ее жизни наполняют страх и ужас. Когда ее плоть раздирают стальные когти и ножи. Внутренности жертвы, кровь и жир будут смешаны в священное варево. Часть съедят, остальное вложат в волшебный талисман, якобы дающий человеку-леопарду сверхъестественную силу для победы над врагом. О людях-леопардах впервые сообщили британские колонисты в 1890 году. И эта сенсация сразу легла в основу нескольких фильмов ужасов. Но общество леопарда представляло собой перемену в жертвоприношении. Когда-то кровавые ритуалы проводил король на благо своей страны. Больше нет. Целью общества леопарда было обретение личной власти или власти для очень небольшой группы людей. Человеческие жертвы были запрещены вам с 1890 года. Но так же, как во всем мире, запретить что-либо еще не значит искоренить. Да, человеческие жертвоприношения запретили официально. Но они тут же ушли в подполье. И почти ничего не изменилось. Профессор истории Аллатунджи Оджо имеет личный интерес в исследовании ритуальных убийств. Ведь его собственный дедушка чуть не стал их жертвой. Дело было между 1893 и 1898 годами. Говорят, он поехал в другой город за какими-то товарами. А на обратном пути его поймали жрецы, делающие жертвоприношения. Но, к счастью, он смог сбежать. Другим повезло меньше. Эти убийства не часть далекого прошлого. Последнее жертвоприношение общество Леопарда сделало в 40-х годах 20-го века. И во многих частях Африки слухи о человеческих жертвоприношениях ходят и сегодня. В последнее время нам часто сообщают о людях, пропавших без вести. А через пару недель или месяцев пропавших находят иногда в храмах, иногда на улицах, с отрезанными частями тела. Говорят, некоторые из них становятся жертвами ритуальных убийств. Ритуальные убийства. Религиозных убийств было так много, что властям пришлось выделить их в особую категорию. Ритуальные убийства – это официальный термин британской юриспруденции, применявшейся в колониях и означающий принесение человека в жертву. Люди и сейчас судят, скажем, в Нигерии из-за совершения ритуальных убийств. Но Африка не единственное место, где и сегодня происходят ритуальные убийства. В Индии о кровавых ритуалах можно прочесть как в древних свитках, так и в современных газетах. Италии тела. Подпишись на канал. В Индии о городе. Продолжение следует...